МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У них старший мальчик попал под машину. Он перебегал дорогу, вопрос в положенном месте или не в положенном, и попал под машину. В нашем городе это не редкость. Давайте разберемся, как это случилось, и кто же будет об этом рассказывать. У нас Альбина более эмоциональный человек. Давайте начнем с нее. Вы были дома? Нет, мы в этот день были не дома. Это утренняя смена? Это утром. Мы были возле дома в 30-50 метрах. Это был обычный сентябрьский прекрасный. Утренний день, да, 24 сентября. А во сколько в школу нужно было ездить мальчиком? К 8-45. И вы одновременно собирались на работу в офис? Нет, нам нужно было бежать в визовый центр. Причем нас предупредили, что в это же утро, что нужно на час раньше прибежать туда, приехать. Мы как раз готовились в Ригу улетать, на кинофестиваль. И нам нужно было делать шенген себе. Понятно. И вместо 10-ти сказали подъехать 9-ти. И в этот момент мы садимся в машину. Я говорю, Платон, я не успеваю тебя довезти никуда, тем более ты знаешь, что делать. Он уже с конца первого класса у нас ходил. Тут второй класс, взрослый парень. Я вас перебью. А сколько от вашего дома, какое расстояние до школы? Что это за школа? Где вы живете? Мы живем в Иртышской, 18. Школа находится Кутузово, 15, Азиатско-Тихоокеанская. В расстоянии, я вам не скажу, но по времени 10 минут неспешной ходьбы. Внутри квартальные проезды. Да. Практически везде. Да, но там нужно пересечь два пешеходных перехода по пути до школы. Он был, как собака Павлова, научен, как переходить дорогу. Потому что я там из-за куста даже наблюдала за ним долгое время, когда его первые такие тестовые... Ну, абсолютно правильно. Да, тестовые такие походы были. Мало того, я ему еще и младшего брата могла спокойно доверить. Сейчас уже не могу, потому что ребенок с такой психологической травмой теперь. В общем, он отвел старшего брата. Младшего? Тьфути, простите. Младшего, конечно. В садик? В садик. Младшему 6. Младшему 6. Тогда было 5. Вы доверяли старшему мальчику, которому 7 или 8 было? Ему 8 было. Отводить младшего в садик и потом идти в школу? Да. Садик находится в двух шагах. Вот мы выходим с подъезда. Он прекрасно с этим справлялся. Нет, он вообще такой серьезный парень. Внутри домовая территория, то есть не нужно даже на дороге выходить. Ему можно доверять просто с двух лет. Сразу было ясно по нему, что парень серьезный. Доверять можно. Так, и вы сидите в машине. Я только сажусь, уже нога на газе, я сама отъезжать собиралась. Звонит у меня телефон. Платон. Я, естественно, беру трубку, уверенная, что он мне скажет. Платон это имя сына? Да, да. Что он мне скажет? Мама, я перешел дорогу. Наша нормальная была практика. Он за каждую дорогу отчитывался? Да. Два раза звонил? Три. Еще что в школу зашел? Да. Интересно. Ну, а как? Ну, две дороги пересекают и школа проходит. Да. Я такая думаю, ну, все, слава богу, дошел, беру трубку, а в трубке взволнованный женский голос. Мне так похолодело. Она, конечно, меня не пожалела. Она мне сразу сказала, девушка, вашего сына машина сбила. Конечно, следующее, вот все в тумане, как я добежала. Я даже машину, Петька потом мне сказала, не закрыла. Разбрасывая вещи по пути, у меня все там из сумки валилось. Я добегаю туда. Вы поняли, куда бежать? Она сказала, где? Ну, конечно, это же, я же знаю, где первый переход. А ты на первом переходе? Первый, первый. Вот, возле дома, возле подъезда. Ну, выходишь на дорогу. Между нами, по иронии судьбы, было 200 метров, понимаете? Понимаю. 200 метров. Так, вы побежали. Я побежала. Я вижу, что он сидит уже, он живой, он живой. Все, он сидит на бордюре. А дальше? Дальше было тоже такое все сумбу. Ну, мы вместе прибежали, там Аля уже плохо помнит. Ну, конечно, у меня уже было такое измененное сознание. Я помню, ребенок сидит, ходит этот сбивший наш, как потом выяснилось, этот галатвин, в удивительно спокойном, приподнятом настроении. Ну, волнение по-разному. Да, тут я, конечно, ничего не скажу, и меня тоже обвиняют, что типа, а что вы веселые свои фотографии сейчас в Инстаграм выставляете? Ну, у меня жизнь продолжается. Хорошо, так Петр хотел рассказать. А вы же были в другом месте, да? Нет, мы вместе сидели, мы вместе сидели. Я чуть раньше в машине осталась. Она просто сразу побежала, не закрыв даже автомобиль. Она вам сказала, что случилось? Или она побежала, а вы и спрашиваете, ты куда? Что случилось? Она побежала, но я слышал, что что-то с Платоном, потому что я понял, что что-то изменилось в эту же секунду. То есть она вам даже не сказала, что и рванула с места? По телефону, по-моему, даже я услышал через трубку, она же рядом сидела. И поэтому я просто закрыл машину и за ней побежал. То есть я был там, ну, через 10 секунд перебежал после Альбины. Я прибежал, первое, что я не увидел автомобиля, который, я думаю, видимо, скрылся человек. А потом, оказывается, выяснилось, что он его отогнал и за поворот заехал. Он оставил место, извините меня, аварии? Да. И это сразу на протоколе, и это было административное судопроизводство в январе месяце. Так, хорошо, вы пришли, ну, вы прибежали на место за 5 секунд, слава богу. Что случилось с мальчиком? Как его сбили? Какие у него были повреждения? Ну, мама, пускай скажет. В общем, переходил он по краю пешеходного перехода, который ближе к нашему дому. То есть у него была ежедневная практика. Ты идешь по бордюру, доходишь и переходишь. Как он мне потом сказал, мама, я шел по пешеходному, посмотрел налево-направо, как ты меня учила, никого не было. Я посмотрел и пошел быстрее, даже побежал. В этот момент почувствовал удар, подлетел, а дальше я пополз к бордюру, вдруг к противоположной стороне дороги. А что увидела я? Увидела, что ребенок мой живой, разговаривает. Это для меня уже было счастье, это понятно. Мы посадили его на мою сумку, потому что он сидел прямо на земле, разговаривала, успокаивала, нога, вижу, распухает, хотя я не специалист в переломах, это был первый перелом, который я увидел. Мы думали, что это был перелом. Первое ощущение было, что это открытый перелом, была такая глубокая. То есть его машина сбила, подбросила и все-таки переехала. И протащила, видимо. Ребенок маленький, а ухо автомобиля разбилось, боковое зеркало. А он боком его зацепил, да? Мы делаем вывод, а так как на голове не была небольшая такая сядина, но не травма. Нога-бампер. Бамперная травма. Как сказал врач, это классическая бамперная травма. Все-таки бампером ударилась. А, нет, ударился, вроде как, нога, я так понял, зашла под переднее колесо. То есть его ударило, подбросило, машина стала тормозить. Ранец, у него с ранцем был же, у него ранец большой. Судя по всему, это от ранец его и спас. И ранец его и спас, видимо, потому что ранцем, скорее всего, сбило это зеркало, и поэтому не голова просто дала. Его развернуло, да и он скользнул. Скорее всего, ранцем его зацепило за зеркало, потому что ранец этот есть, эти синие полосы от ранца, ранец тоже синие. Понятно, да, да. Они остались на машине. Что за марка эта машина? Это большая, тяжелая машина, небольшая. Это универсал, да, Хонда Визель? Да, да, это... Ну, небольшой, такой, как универсальчик, как Subaru Forester чуть поменьше. Да, как Forester, да, вот такие. Обычно он сейчас на гибриде, такая модная, хорошая, дорогая машина. Да, да. Но она в меру надутая, высокая. Высокая. На машине были заметны, кроме вот царапины, бампер? Вырванное зеркало. Только зеркало. Сейчас, кусок зеркала. Только зеркало. Стеклышки так по земле валялись. Вы прибежали, вам звонила женщина. Да. Кто эта женщина? Это была наша, как выяснилось, потом соседка. Они вместе с мужем сидели в машине. Не с мужем. Ее папа. Нет, я говорю, кто мне звонил. Кто звонил? Кто звонил? Это не ее папа. Это были соседи. То есть они первыми увидели, тоже подбежали туда? Они подбежали туда. То есть они свидетели, получается? Свидетель выступает свидетелем ее муж, хотя он видел всю ситуацию только из своей машины. Он даже не вышел, то есть он был еще дальше. Обзор был из машины у него? У него был обзор из машины, причем неизвестно, непосредственно глазами он это, ну вроде как, увидел. Если его жена побежала... Да, то есть он так объясняет сумбурно, я сидел позади, а это случилось немножко от меня впереди. Нет, ну конечно, он не наблюдал за дорогой, чтобы заметить. Да, конечно, он случайный свидетель. Слышал, увидел. Да. Так что-таки есть ли свидетели этого происшествия? Это очень важно, потому что... Вот только он. Проходит он как свидетель, потому что непосредственно видел... Точнее, не только он, свидетели еще были, потому что в этот момент там немаловажный факт, который, кстати, особенно не отражен у нас в материалах дела, там велись дорожные работы. И? И там был экскаваторщик, который видел это ближе всех. С ним говорил кто-нибудь? Вы его знаете? Мы его не знаем, но судя по обвинить... Точнее говоря, как это? Об отказе в возбуждении уголовного дела, да, постановлении, там как бы все это приводится. И там опрошеный экскаваторщик. То есть с ним в следствии разговаривал? Да, разговаривал. Он типа ничего не видел, он уже услышал только тормоза, услышал тормоза, хотя тормозного пути у нас почему-то нет. Но тем не менее услышал. Звук удара чего-то услышал, повернулся и увидел, что все случилось. Итак, значит, здесь в этой истории самое сложное, как я понимаю, где был сбит мальчик и какая ответственность человека, который его сбил. Причем здесь ответственность, она может быть и уголовная, потому что ребенок, ребенок, а, несовершеннолетний, б, он получил средней тяжести, я понимаю, да? Нет, нет. Это уголовная ответственность вне зависимости от того, как потом судьба распорядится. Ну и, конечно, это необходимо вставить вопрос о компенсации за лечение. Первое, что я сделал, я спросил, кто видел, и мне вот сосед сказал, я видел. Я беру его сразу телефон, записываю себе, чтобы потом с ним поговорить. Я после этого ему наговорил голосовое, говорю, скажи, как было. И у меня есть четырехминутное аудиосообщение от него через два дня, 26 сентября, он мне наговорил утром о том, как это было. А почему не в первый день вы просто об этом забыли? Это было 24-го. Я был в больнице, я был в больнице с сыном, ему делали операцию. Нет, вам было не до этого. Мне было не до этого. Итак, теперь вот стадия, когда вы собираете... А опрашивали его только в декабре или в октябре, ну, в общем, когда уже могло пройти время. Что сказал свидетель, когда он с вами разговаривал через два дня? Что он видел все-таки? Ну, этого нет в материалах дела. Я вас спрашиваю. Материалы дела... Хотя я это предоставлял свидетель. Что он сказал? По его версии произошло. Он сказал, что мальчик перебегал дорогу. По пешеходному переходу или нет? Вот, вы знаете, я прослушивала это сообщение буквально позавчера, поэтому я помню лучше. Как он там говорил, было две большие ошибки. Первая ошибка, что ваш ребенок побежал, а не тихонечко перешел. А он действительно мне так и сказал. Я посмотрел налево-направо, потом побежал. А вторая была ошибка. Это была ошибка водителя, который ехал быстро. Как он говорит, скорость у него была вроде небольшая, но, внимание сейчас, для пешеходного перехода она была большая. На данном участке трассы. А там какие-то знаки ограничения скорости стоят? Если были дорожные... Там дорожные работы. Опросили, опросили. Говорят, что были 20 и 40 километров и дорожные работы. Знаки, что знаки были. Когда идут дорожные работы, конечно, скорость снижается до минимума. Да. И наверняка должен быть знак перед пешеходным переходом. Да вообще по правилам ПДД надо тормозить перед пешеходным переходом. И если таких знаков нет, то они облагаются штрафом еще каким, эти дорожники. Так, значит, это один свидетель. Еще кто-то есть или нет? А остальные вы знаете? Кстати, следователь наш не установил, что знаки, и поэтому разрешена скорость 60 километров. Это так, чтобы вы знали. Так, чтобы вы знали, я скажу, что мы сегодня поэтому об этом говорим, что следствие пришло к выводу, что никто не виноват и ничего никому платить не надо. Да, 60 километров скорость, как бы, Галатвина имела возможности. Корных дыр и белых пятен очень много в деле. Хорошо, давайте-таки по порядку. Да, давайте. Вот, хорошо. На второй день вы поговорили со свидетелем, кого вы нашли. В первый же день кто приехал все-таки зафиксировать это происшествие? Или вы сразу помчались на скорой или сами прижили ребенку? Я смотрю, вот мой сын, да, я говорю, а кто сбил? Потом, смотрю, подходит человек, ну, типа, он взрослый, потому что... Подождите, вы тоже взрослый, у вас двое детей, и вы считаете себе еще ребенком? Нет, ну, он в смысле взрослый, внешне, он 64-го года рождения. То есть ему за 50? Я такой, ну, все ясно. Я говорю, пойдемте к вашей машине. В почти одном возрасте, скажем. Я говорю, показывай свои документы, я буду их фотографировать, телефон свой давайте сразу, потому что, я не знаю, вдруг он сбежит, потому что первая реакция была, что он уехал. Вы его не увидели? Конечно, а потом увидел, что машина далеко, поэтому мои действия были такими, я хотел зафиксировать его. А как далеко машина? Вот, смотрите, машина сбила ребенка. Метров 30, наверное, от места ДТП. 20. Ну, 20-30. Ну, это практически до следующего поворота. Подождите, 20-30 метров, такая же у него была скорость, в самом деле. Или он не обратил внимания, что в него врезался ребенок и снес ему зеркало, и подскочил рядом с ним. Он вообще три раза повторил. Он не заметил этого? Он три раза повторил. Да я вообще его не видел. Это такое бывает, да, мог отвлечься, мог что-то еще. Там стояла дорожная техника. Можно обрисовать, как она стояла. Она закрывала обзор этому человеку, водителю, то есть при движении. Было ли видно, кто бежит или идет по пешеходному переходу? Ну, я просто хочу понять. Экскаватор стоял до... Я делал фотографии, на моих фотографиях экскаватор стоит перед пешеходным переходом. С какой стороны? Со стороны, откуда выходил мальчик. То есть он загораживает все-таки? Ну, нет, не сильно, потому что там еще было расстояние до пешеходного. Нужно было обогнуть экскаватор, я понимаю, да? Платон преодолел по пешеходному переходу 5 метров. То есть он, получается, вышел уже на вторую сторону дороги? Конечно. А там движение двухстороннее? Да. Двустороннее. Подождите, я правильно понимаю, что, по вашему мнению, его сбили уже навстречу? Ну, конечно. Конечно. Он заехал в другую сторону. А как машина могла выйти навстречу? Не навстречу, она ее по своей стороне. Он прошел, грубо говоря, движение... Левую полосу. Левую полосу. Пересек. Пересек, и вот едет машина. А машина шла по правой стороне или по этой же стороне? Нет, по правой стороне. То есть она, получается... На встречу ему шла? Ну да, можно сказать так. Еще раз, чтобы я понял. Машина шла по своей стороне? Да, он выходит на дорогу. У него слева идут машины, слева направо. Слева машины идут со стороны Постышева. Он переходит эту полосу, машины, которые из Постышева идут. Эту полосу перешел. Машины идут со стороны Южноуральской. Оттуда и двигался Галатвин. Героев Варяга. Где стоял экскаватор? Загораживал ли он вид человека, который ехал на этой машине? Смотрите, экскаватор, это я сфотографировал, когда уже прошло несколько минут после того, как мы прибежали. А как это в ДТП сказано в этом, что экскаватор туда приехал, что сначала его там не было, как они написали. Но я не знаю, был он там или нет. Когда вы пришли, там был он? Это случилось через 15 секунд, как сбили вашего мальчика. Через 30 секунд. Если его не было, там тем более обзору ничего не мешало. Но даже если он там был, и возможно он там был, я считаю... Пешеходный переход для водителя никто не отменял. Зона видимости... Еще раз я спрошу. Вы не обратили внимание на знаки? Если там велись дорожные работы. Они были там. 20 километров, я знаю. Мы там ездим на машине каждый день. Смотрите, после того, как мы отвезли его в больницу, я помчалась опять домой за вещами. Я увидела эти знаки, еще подумала, о, знаки стоят. Ну, я очень, конечно, умная. И мы с задним умом, да? У нас. Нет, чтобы их сфотографировать. Но у меня не было ни един... Ну, я наивная, наверное, очень. Вы просто не готовы... Да, они готовы. Видеорегистратор. Ну, я думаю, что... Хороший вопрос. Я вообще думаю, что у начальника госавтонадзора должен был быть регистратор. Так как он отвечает за эти дела. Подождите, вы назвали должность. Кто этот человек? Вы сфотографировали его документы. Конечно. Давайте его назовем. Это заместитель директора прим госавтонадзора Голотвин Юрий Юрьевич. Юрий Юрьевич. Вы с ним начали разговаривать. Ну, он показался вам спокойным. Ладно, всякое бывает. Что он вам сказал? Я не видел. Он сказал, мы что будем делать? Ну, правда, что делать? Правда, ну, резон. Я говорю, ГАИ вызываю. Ты что, совсем, что ли? Скорую помощь. Да. Скорую помощь вызвала, по-моему, соседка сразу же. Та, которая мне звонила. Она позвонила нам и потом, видимо, сделала звонок в скорую помощь. Потом он еще подходил ко мне, потому что я потом, когда я фотографировал так сумбурное место, его машину, его самого, как он мне показывает на свои потертости на машине, что мы машину покорябали. Подождите, он же вам не сказал, что вы должны сразу ему платить? Нет, он просто показал, что у него машина пострадала. Ваш мальчик, ударившись в его машину, поцарапал ему в бок и сбил зеркал. Он мне показывал машину. У меня даже фотографии, если так руки расставлены, он мне показывает, что его машина пострадала, что вот царапины на ней. Как это так? После этого я побежал опять к сыну, потому что я видел кровь. Я не понимал до конца, открыто или что. Я все время так сумбурно носился до машины Галатвина, то обратно до сына. И получается, когда я стоял возле сына, смотрю, он уже опять подошел. Он говорит, ну что будем делать? Я говорю, вы ничего не позвонили еще в ГАИ? Он говорит, да нет еще. Я говорю, звоните в ГАИ. Так, но вы уехали. Кто-нибудь видел, как приехал в ГАИ? Вы же оба уехали, да? Мы оба уехали, когда приехала скорая помощь. Да, мы сели в скорую. Вы на скорую поехали. Я поехал следом на своей машине, а Альбинов в скорой помощи. Да? А мы бы на скорой были. Почему вы на своей машине не повезли его сразу? Или вы уже не помните сейчас? Потому что мы поняли... Скорая приехала сразу практически. Мы поняли, что нога поломана, мы боялись просто его транспортировать. Нога, да, мы видим, что она уже свернута. И не стали трогать его, а ему больно. Докладывать шины. Нет, конечно, мы бы наблюдили. Скорая через 5 минут буквально подъехала. Она видит, что мы возле пешеходного перехода сидим на бордюре. Скорая приехала быстро, там была очень внимательная, хорошая доктор. Они зафиксировали у себя, что пешеходный переход, все как положено. Все это отражено в материалах. Скажите, пожалуйста, они начали ее поднимать. Они ему ножку зафиксировали в каких-то специальных? Да, конечно, они сделали это на земле еще. Потом уже начали поднимать. То есть к скорой у вас никаких приемов нет. Никакого шума нет. Они очень по-человечески к нам отнеслись. То есть они приехали скоро через 5 минут, и вы тут же помчались, как родители вместе со скорой. Кстати, она, вот эта врач, которая приехала, она мое внимание на этом переходе и сконцентрировала. Она сказала, ну ничего себе носится, пешеходный переход избивают детей. Но она свидетелем не идет, да? Но она же момент не видела, но она видела, где ребенок лежал. Где лежал ребенок. Да, конечно. А где лежал ребенок? Возле пешеходного перехода прям. Там вот этот вот бордюр сразу, и он лежит. Он уже лежал на обочине? Да. Ну мы его перенесли на обочине. Напротив пешеходного перехода? Потому что машины же ехали дальше. Рядом или все-таки за ним? Или его сбила? За ним, за ним. Как далеко за ним. Метров, наверное, там было три. То есть там такая дорога идет еще к гаражам. Метра три? Ну да. Три метра где-то. Четыре. Четыре может быть. Вы помчались в скорую помощь и не видели, какие действия предпринимали вас следственные органы, да? Нет. Не видели. Но потом, наверное, вам нужно было все-таки что-то куда-то подъехать, что-то подписать. Так, например, протокол. Как это происходило? Ну, к нам должен был приехать дознаватель, по идее, просить ребенка. Он должен был приехать в больницу. Она потом приезжала там недели, через две, да, по-моему? Да, я очень долго ее ждала. Ну, мы по факту уже знакомились с материалами дознания уже, когда ребенка выписали. И мы пришли в дознание на фонтанную, и нас женщина, дознавателя, знакомила с материалами. Сказала, что будет передавать это все. Хорошо, тогда по порядку. Значит, сколько времени в больнице провел ваш ребенок? Значит, тысячекоечная детская травма. Три недели. Двадцать один день. А как вот можно описать те повреждения, которые он получил? Одну ножку ему переехали? Да, одну. Одну? Левую, правую? Правую ножку. В каком месте? Это болень, обе кости со смещением. Слава богу, что она не раскрошилась, эта кость. Насколько кусочков вам сказал хирург? Каждая кость пополам. Пополам, то есть? Пополам, да. Да, то есть там был такой винтообразный. Ступня? Нет, именно голень. То есть это классическая бамперная травма. Да, это такая же. То есть это скорее даже от удара, не от того, что колесом проехал. От удара бампером. 21 день. Как бедный матч? Была осадина на голове, но это скорее всего зеркало, но это опять же, потому что закрыло... Ну он оказался более стойким, чем я, на самом деле. Он не кричал, не плакал или плакал. Или был в шоке. Была же операция сразу. Да, сейчас. Была сразу операция. Почему его запомнила доктор на скорой? Да. Он говорит, я еще удивилась, что такая страшная у него травма. И он такой спокойный. И меня успокаивал. Ну да, этому шоку на самом деле надо сказать спасибо, потому что так неизвестно, как еще бы это все и закончилось для него, если бы он все это в полном сознании, да, прочувствовал бы. Сразу была операция сделана, наркоз, операция, сразу ногу все сделали и на растяжку. Потом что-то переделывали, нет? Смотрели, как все осталось. Приходил доктор, мы просили, да, специалиста профессора. Уже из взрослой травмы. Это уже мы сами добивались. Мы добивались, ходили уже туда-сюда, добивались, чтобы он пришел, посмотрел, перетянул, по-другому грузило, поставил. Потому что потом, когда мы уже стали ходить по мануальщикам, мы сказали, в 90% случаев такие переломы складывают намного хуже. Можете себе представить, как сложно сложить ножку, косточки, когда к ним... Мы вообще стараемся, стараемся везде ходить и добиваться своих каких-то прав и прочее. Поэтому мы в больнице начали шухер наводить. Зачем? А зачем вы стали? Смотрите, ну, во-первых... Вас что-то не устроило. Скорая приехала быстро. Нет, я имею в виду, нам хотелось, чтобы ногу собрали. Это было очень важно в тот момент. И было, конечно, очень важно мнение другого специалиста увидеть, потому что один врач сложил ее и говорит, ну, у вас все хорошо, лежите. Врач хорошо, три лучше. А гораздо лучше. Примерно в три раза лучше. И получается, 21 день он там лежал в больнице. Мы добились даже отдельной этой палаты, за которую деньги платили. Что ты добились? Вы не добились. Вы заплатили деньги. Ой, вы видите, это еще надо добиться. Вы не знаете, что такое наши больницы и как там в платные палаты люди попадают. Жребо так говорите. Можно тогда я спрошу, сколько вам обошлась платная палата? Сколько сейчас стоит? Она тысяча рублей в сутки. Ну, это по-божески, да? Какие общие расходы вот вы на данный момент понесли на лечение? Сама эта операция, надеюсь, была бесплатна, да? Да, да, да. Альбина, что вы сможете сказать? Как это можно вообще подсчитать? Это подсчитать по закону. Что если говорить о компенсации, да, там все, приложите, покажите справочки. Да, только справочки, только чеки. А это, к сожалению, примерно 50% реальных расходов, потому что то, что касается психологов, то, что касается массажистов, тех, которые по рекомендации, не те, которые... И которые не готовы вам предоставить документы, что вы им заплатили. Конечно, конечно, все это. Если говорить по чекам, то это в районе 60 с лишним тысяч. 65. Ну, где-то так, да. Ну, вот. Так, ну, теперь уже вернемся к тому, что вот вы поехали на Фонтанную, где был дознаватель. Вы вместе поехали, нет? Да. Когда вот знакомиться с делом. Что вам рассказал дознаватель полицейский? Ну, там были ошибки, конечно, в протоколе. Откуда вы знаете, что там были ошибки в протоколе? Ну, с точки зрения того, что там, во-первых, был не Платон, а Антон, ну, это такие вот, да. И фамилия другая, и время другое, и место другое, и город не другое. Нет, 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 нет. Я тоже, но имя Антон почему-то было фигурировано. Ну, услышали. Ну, да ладно, да. Да, они зафиксировали, что машина сдвинулась вместо ДТП, и... Не сдвинулась, а проехала. Там была одна основная вещь, которая нас больше всего удивила и вызвала конкретное такое недоумение. Там было черным по белому написано, без знака вопроса. Галатвин Юрий Юрьевич совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Ну, потому что он так сказал, с его слов. Да. С его слов так было чисто. И не было фразы... Нет, Петя, внимание. Там не было сказано с его слов. Там было просто это подано как факт. Нет, в протоколе есть фраза с его слов. Гаишник так зафиксировал. А уже во всех других объяснениях, когда ГАИ объяснялось... Это изначально поставило дело вот на эти рельсы. Они уже написали просто, что... Вот на эти рельсы, которые выгодны для нашего... Сейчас я два слова поясню радиослушателям. Дело в том, что когда вы совершили ДТП, обычно говорится так, что неважно, виноват пострадавший или не виноват, если вы кого-то сбили, все равно вы несете ответственность. И это так. Но ответственность может быть двойная. То есть и уголовное дело, и потом уже компенсация убытков. Или можно избежать уголовного дела. И вот в нашем случае, почему ребята сейчас и находятся в студии Радио Леммы, мы говорим о том, что человек, который занимает незаметную должность, но чрезвычайно важную для многих структур в нашей стране, Росавтонадзор. Госавтонадзор. Госавтонадзор. Он все-таки, вот в данном случае, пока мы видим, что он избежал или избегает уголовной ответственности, несмотря на то, что ребенок получил серьезное повреждение. И вот для этого ключевого момента, и важно знать, где был сбит ребенок, виноват ли сам мальчик, мог ли водитель его увидеть, мешала ли ему строительная техника, и были ли знаки ограничения скорости. Потому что если вот с ваших слов машина проехала, сбив ребенка еще 20-30 метров, то ясно, что нашла, наверное, как минимум 60. А это не из наших слов. Вот как раз этот момент зафиксирован у нас. Где зафиксирован у нас? В протоколе дальше. И что там написано про скорость этого автомобиля? Про скорость ничего, а то, что он передвинул автомобиль с места ДТП, там по черным, по белому сказано. Слово передвинул, мне непонятно. Он не сразу остановился, наверное, или он остановился, еще отъехал. Он остановился, и с дороги съехал в поворот, получается. Чтобы не мешать движению, сказал он. Ну, как он сказал, чтобы не мешать мишенью. Когда приехали гаишники, они приехали, в машине сидят, потому что они видят, что нет машины. Так же, как вы, и не увидели. А кто же это? Потом понимают, что это вот эта машина. И они наблюдают за ней, потому что они это рассказывали в суде, когда была административка, я это слышал. Я был тоже в суде. Они говорят, что машина хотела повернуть, большая грузовая еще. И вот мы смотрим, он в нее сел опять, и опять обратно поехал на место осколков. Машину, типа, пропустил. Потом бац, типа, подумал, что я делаю. Бац, обратно ее вернул. Потом выходит, говорит, гаишникам. А ничего, что, может быть, мне ее обратно поставить? Он говорит, да вы делайте, что хотите. Мы уже все и так видим, что вы тут творите. Это очень странное поведение, учитывая, что человек, еще раз повторяю, заместитель руководителя. Ну, так бывает. Человек мог растеряться, да. Он, хоть, как вы говорите, уже человек опытный, поживший, занимает важную должность. Он мог растеряться. Он около 20 лет это тоже занимает. Он мог растеряться, он не знал, как себя вести, хотя он должен был остановиться намертво. Конечно. И не обращать внимания на то, что он кому-то мешает. Еще одна реклама, потом мы уже будем завершать. Мы вернулись, мы говорим о том, как иногда несчастье нарушает все наши планы, разрушает всякую гармонию, потому что вместо того, чтобы заниматься тем, чем мы даже хотели заниматься, мы вынуждены ходить и доказывать, искать справедливости. В данном случае справедливости пока мы не нашли. Мы сейчас вот в студии, ребята рассказывают, как следствие вдруг пришло к выводу, то, что человек, сбивший их ребенка, оказался вроде бы совершенно ни при чем. Итак, значит, первая странность. Автомобиль несколько раз менял свое место. То есть машина, сбившая мальчика, маневрировала, и непонятно, где произошла сама авария. Поэтому возникает вопрос, был ли мальчик на пешеходном переходе или нет. Второе. Скорость движения автомобиля. Значит, давайте об этом поговорим. Машина, которая его сбила, с какой скоростью она двигалась, если судить по протоколам или по заявлениям, которые были вот... Они брали только, получается, объяснение Галатвина, и только с его слов, как он сказал, 40 километров. Молодец. Конечно, он сказал правильно. Другие способы замерения скорости. Тормозной путь. Нет, нету его. Расстояние между машиной и лежащим или сидевшим на месте мальчиком. Ну, это, наверное, замерялось. Где осколки от зеркала? Они зафиксированы, по-моему, а может быть даже и нет, я не помню. По-моему, нет. То есть скорость движения машины мы не знаем, 40 километров, со слов водителя. Ну, и со слов якобы вот этого нашего свидетеля, единственного, да, который сидел в машине, что тоже была... Очень субъективно. Он непонятно говорит совершенно. Светит. Да, но говорит, что она была быстрая для того участка движения. Ну, это правда. Как вы сможете определить свою скоростью двигаться? 30, 40, 65... Ну, в его пояснении, да, которое вот я расшифровывала, есть одна ключевая фраза, что, ну, она была быстрая для пешеходного перехода. Понятно, это мы уже говорили. Да. Итак, следующий момент. А с какой же скоростью перебегал ваш мальчик дорогу? А тут начинаются вообще чудеса. Какие чудеса? Расскажите, Энгей. Что установило, в конце концов, наследствие? Установило следствие то, что ребенок двигался со скоростью 1,4 метра в секунду. Точнее, нет, неправильно, неправильно. 5 метров он преодолел за 1,4 секунды. При этом у него на плечах... 5 метров на ширине проезжей части? Да. Это именно место достолкновения. При этом у него практически 4-х килограммовый рюкзак. 8 лет. Я бы, наверное, не снег. Ему сам примерно 25 примерно весит и рюкзак 4. А вы пробовали потом бегать через дорогу? Большой рюкзак-трансформеры с книжками. Ну, я, наверное, секунд за 20 пробегу. Нет, нет, нет. А других данных не было его движения? Ну, это что-то, по-моему, очень быстро он пробежал. Ну, там, смотрите, вот в постановлении об отказе, там сказано, что когда при осмотре замеряли следователь с секундомером стручным... Как он замерял? Кто бежал в этот момент? Он сам бежал? Бежал мальчик, его друг, потому что был представитель, педагог. Ага, то есть был следственный эксперимент? Следственный осмотр он называется. Хорошо. И, получается, когда они фиксировали, была скорость этого нашего мальчика. Но, опять же, это было без рюкзака почему-то. Ну и что? Две секунды, 1,9-2. И эта фиксация была на секундомер пальцем следователя. Понятно. То есть не электронная, а это тоже еще теряется время, потому что нажатие пальцем... Ну, доли секунды, ладно. Есть две секунды, есть полторы секунды. До секунды, как нам сказал адвокат. На самом деле, не так уж и мало. Так уж и мало. Это очень сильно влияет тоже. И в итоге вы получили отказ в возбуждении уголовного дела против человека, сбившего вашего мальчика. Да, который мотивировал... Не имел возможности... А почему вы этим недовольны? Потому что... Ну, один мальчик пострадал, а мужчина, нанесший травму, не пострадал. Ну и хорошо. Знаете, почему первое? И почему это сейчас так поздно начинается, вот март месяц, да, у нас на варе? Потому что мы до последнего думали, что он человек, и что он пойдет на сближение, хотя бы хоть раз приедет в больницу, спросит, как у него здоровье, как-то вообще спросит, как мы себя чувствуем, морально нас поддержит, позвонит хотя бы. Чем помочь, да? Ну, компенсация, он ни разу не позвонит. Нет. Представители его, может быть, адвокат вам звонил и говорил, все, ребята, все нормально, будет вот так, так и так. Их было несколько разговоров, по нашей инициативе мы звонили. Все только по нашей инициативе. Мы звоним и... Нам несколько раз сказали, он готов... Он готов понести вот эти расходы, которые непосредственно вы... Все это время он готов, но по факту ничего. Значит, вот, честно говоря, первое, что меня смущает в данном случае, ну, я, конечно, служу с ваших слов, то, что человек вот так очень, ну, не знаю, легко и быстро, но избегает уголовной ответственности, несмотря на то, что последствия его действий, ну, вот они на лицо, мальчик получил значительную травму. Речь идет, ну, я бы сказал еще о защите прав несовершеннолетних. Конечно. А прокуратура здесь не вмешалась, когда... Вы, наверное, на нее не обращались. Обращались. То есть, когда вы получили отказ в возбуждении уголовного дела, вы же наверняка... Сейчас еще... Нет. Вы получили его? Мы его получили вот только сейчас. Мы его получили только в пятницу, поэтому только сегодня. Так вам нужно сейчас обращаться в прокуратуру? Мы до этого писали просто жалобы, когда у нас... Ну, не было документов никаких. Затягивалось очень сильно. С 31 октября, представляете, по вот какой марта, там, 5-й или какое шло, как бы... Ну, дело ясное, поэтому никто не торопился. Материал доследственной проверки. Он как бы переносился, он там продлевался, менялся следователь у нас. Последним занимался другой следователь уже. Две автоэкспертизы. Первая автоэкспертиза, где вот эти смешные цифры. Потом вторая автоэкспертиза. Где эти цифры подтерли. Где эти цифры подтерли. Вы сейчас про какие цифры говорите? 1,4 секунды за 5 метров. А, как мальчик перебегал. Да. Понимаете, кто первую экспертизу вообще отменял? Она имеет юридический статус. Почему вторая экспертиза делала? Подождите, вот самый главный вопрос. На каком основании было прекращено уголовное дело на этом этапе? На основании того, что Галатвин не имел возможности избежать... На езды на пешехода в старости на ПП. И при этом мы не знаем, не можем подтвердить его скорость движения и скорость движения мальчика. Да, эксперт сделал такие выводы по простой формуле. Эксперту приходят исходные данные. И он из этих исходных данных делает заключение. Следователь не все исходные данные предоставил. Я правильно понимаю, что вы думаете, что это дело прекращено, уголовное преследование? Потому что человек, который сбил вашего мальчика, влиятельный человек. Конечно. Однозначно. Это очевидно. А вот расскажите мне, почему вы так думаете? Ну, потому что он замедельник директора госавтонадзора. Да никто не знал эту кампанию, пока вы о ней не сказали. Да не говорите, что они сделали. Казенная кампания как-то. И чем она занимается? От предадминистрации края. Ой, давайте прям зачитай. Это так интересно. У них миссия очень интересная на сайте. Ну, как? А сейчас, секундочку. Что там, админа, написано? Вы сейчас... Цель и задачи Приморского госавтонадзора. Смотрите. Госавтонадзор. Да. Ну, видимо, поддержание аварийности. Продолжение аварийности на дорогах общего пользования. Да. Эксплуатация технической обслуживания автоматизированной системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Эксплуатация обслуживания систем видеонаблюдения. Так. Так. А у него камера не была оказывается. Продолжение муниципальной целевых программ по повышению безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений и преступлений, а также совершенствования системы безопасности дорожного движения. Куда пропал авторегистратор из машины? Непонятно. Подождите. Куда безопасность дорожного движения пропала? Итак, по очереди. Насколько я понял из того, что вы зачитали. Изнаки. В аварию попал человек, ну, попал, совершил аварию человек, который... Ну, вся его работа в том, чтобы как можно меньше аварий происходило на дорогах Владивостока и Приморского края. То есть мы... Ну, наверное, этот человек имеет выходы на авто, на хозяйство. Наверное, он важный человек, когда речь идет о инспекции ГИБДД, да? То есть какие-то есть связи. И вы поэтому думаете, что вот так легко для него сошло? Да. И вы поэтому думаете, что он с вами не идет на контакт, не предлагает компенсировать? Он ждал до последнего. Он мне как сказал, я готов тебе закрыть вот эти бумажки твои. Была очень хорошая фраза, как там ваш инвалид? Кстати, это тоже очень важный момент. Ну, для нас эмоциональный. Он, не знаю, может быть, проверял мою эмоциональность. Человек так и разговаривает. Так разговаривает. Как-то ваш инвалид, моего ребенка. Ну, да, вокабуляр такой. Не важно. Именно вокабуляр. Возможно, он привык так и разговаривать. Да. Мы же его не знаем. Мы не знаем, конечно. И получается, что он говорит с адвокатом, когда мы уже встретились с его и с ним, он говорит, что эти бумажки, мы готовы подтвердить фактически пониционные расходы, то есть 65 тысяч рублей, и вы пишете бумажку о том, чтобы не иметь к нам претензий. Вот такая была его формулировка. А я говорю, а все остальное, моральный вред и все остальное. Он говорит, а здесь не доказано ничего. Здесь ничего не доказано. И по факту действительно ничего не доказано. Много ли вы денег хотели бы, чтобы он вам заплатил? Морального? Нет, абсолютно. Нет, вообще. Может, вы хотите разбогатеть на этой истории? Знаете, есть целая категория дел, начиная с Паниковского, люди бросаются под машины, детей бросают под машины, чтобы потом пару-тройку миллионов получать. Нет? Вы из этой серии? Это, я думаю, не про нас. Альбин, на что вы уже запланировали эти деньги? Снова в Таиланд поехать? На миллионы вы насчитали? Нет, речь вообще о пятизначной цифре, за которую меня ругают друзья. Да типа вы что, сиди, сиди все. Хорошо, на какую сумму вы насчитали своих расходов? А мы обязаны говорить? Нет, я просто вас спрашиваю. Я говорю, пятизначная. Чтобы у нас гораздо менее миллиона. 99 тысяч? Меньше. Слушайте, ну скажите примерно, 600 тысяч. 500. Полмиллиона. Да, да. Плюс-минус. Там сейчас, смотрите. А как вы эту сумму посчитали? Вот с помощью наших адвокатов, с помощью практики. Это плюс расходы на адвокатов? Ну конечно, мы же еще платим за адвокатов. Ну это вообще, считайте, безо всяких. Из них 60 тысяч, я понимаю, подтверждено. 65, да, подтверждено. Около 70 тысяч. Да. И почти 400 тысяч плюс расходы. Ну, по практике надо тут меньше. Адвокат говорит, давайте вот так просить, а дальше будет видно. Ну вот честно говоря, вот если бы мы сейчас не были на радио, сказал, ну обычное дело, вы хотите так. Человек, который не хочет вам платить, ну идите в суд. До суда дело дойдет. Дойдет дело до суда? А вот не знаю. А вот не знаем. Это уже мы... Мы сейчас подаем, да, моральный вред. Ну в данном случае, еще раз говорю, меня что задевает, что пострадал мальчик. Пострадал, скорее всего, переходя дорогу по пешеходному переходу. Пострадал от машины, которая, скорее всего, превысила скорость. Пострадал от машины, водитель которой обязан заботиться о безаварийном движении. И, конечно, вас, как я понимаю, сильно раздражает то, что этот человек вот спрятался, не идет на контакт и не проявил никакого участия к тому, что он совершил. Именно так. Как будто забыл, да? Именно так, поэтому мы и начали эту кампанию. Первый месяц после аварии, в то время, когда он, ну, скрывался, скажем прямо. Прямо. А у него телефон был недоступен в первый месяц. А дождите. А зачем он вам был нужен? Он обязан с вами разговаривать? Нет, мы просто были удивлены, что он ни разу не позвонил. А вы когда ему хотели первый раз позвонить? Сейчас, да, у нас последние две минутки. Вы сразу ему начали звонить? Нет, дня через, там, два, через день. А что вы ему хотели сказать, когда вот... Он дал мне свой контакт, говорит, он мне первый раз позвонил прямо в этот же день. Типа, что у вас там происходит? Я говорю, сейчас не до вас, у нас операция, я вам сам перезвоню. И вот когда я уже перезвонил, уже он был недоступен. Он решил, ну ладно. А стал доступен тогда, когда присвоили тяжкий вред здоровью и дело перевели в уголовное. Тогда он стал сразу доступен, потому что он взял адвоката и он понял, что это уже... Так вот, первый месяц после ДТП он попадает еще на три штрафа по превышению скорости. А вы откуда это знаете? Да, мы просто пробили, это легко делается. У нас есть его права, мы пробили все через... То есть вы ведете к тому, что этот человек злостный нарушитель скоростного режима? Три, три, три штрафа по 500 рублей. В октябре, в декабре, в ноябре, в декабре. Вы знаете, человек, который занимает должность... Я это выложу сегодня у нас здесь. Человек, который занимает должность в компании, которая призвана бороться с аварийностью, не может превышать скорость. Не может часто. Не может, а превышает. Прямо какая-то загадка. Не может, а превышает. Я выложу сегодня эти штрафы к нам. Отгадайте, дети. Итак, значит, ну просто наше время подошло к концу. Я, насколько это возможно, постарался подробно поспрашивать ребят. Они подробно рассказали. Ведь дело здесь не в деньгах, вот на мой взгляд. На мой взгляд, абсолютно не в деньгах. Не в тех квитанциях, которые нужны за лечение, или там сумму морального ущерба, и возможного потом последующего лечения этого мальчика. А кто знает, как что там с этой ножкой случится. Вопрос в том, кто этот человек, который занимает такую должность. И как на самом деле все произошло. Вот здесь у меня, конечно, вопрос. Я очень надеюсь, что прокуратура внимательно рассмотрит все основания, которые были приняты следствием, и которая решила не возбуждать уголовное дело по факту причинения тяжких, интересных повреждений. Поэтому, ну что, ребята, мы выговорились, да? А дальше, ну вы можете, сколько обращение прессы, это всегда обращение такое публичное. Вы можете использовать наш эфир, чтобы тоже сказать, что пресса тоже интересуется перепроверить обстоятельства, произошедшие с вашим мальчиком. Всего вам доброго, а Платону быстрее бегать. И уже, чтобы ножка не храбала. Спасибо, Андрей Владимирович. До свидания.